Всем привет! Вы вернулись на канал Skyward, с вами я, Вадим, и давайте продолжать двигаться по страницам романа Роберт Белбретт «Бегущая могила». Как я и обещал, я вернулся достаточно скоро. Приступим. 70-я глава этого детектива. Так, высший человек прощает ошибки и прощает проступки. Идзинь или книга перемен. У Страйка был очень тяжелый день. Вскоре после 10-ти, когда он следовал за той боем и матерью клиента в магазин Selfridge, позвонил Штырь. Надеясь получить подтверждение того, что Литл Джон работает под прикрытием на Patterson Inc., Страйк быстро ответил, приложив палец к свободному уху, чтобы перекрыть звуки музыки и болтливых покупателей. «Привет», — сказал Страйк. «Что у тебя?» «Ринни пытался прикончить тебя, чтобы ты знал». «Он что?» «Да», — сказал Штырьк. «Передозировка. Мой приятель из Бетфорда просто позвонил и сказал мне». «Когда это было?» «Несколько дней назад. Глупый ублюдок. Накупил и набрал все таблетки, какие только мог, и принял их». «Черт, он все еще жив?» «Да, в больнице. Мой приятель сказал, что он был желтый и весь в рвоте, когда его нашли полиция. Кто-нибудь знает, почему он это сделал?» «Да». Неделю назад ему позвонила жена. После этого он начал скупать все, что мы давали, и все проедал. «Хорошо», — сказал Страйк. «Спасибо, что сообщил мне». «Нет проблем. Много чего происходит, да?» «Что?» «О», — сказал Страйк, поняв, что Штырь говорит о Шарлотте. «Да, наверное. Слушай, ты не мог бы дать этим своим ребятам пинка под зад. Мне нужно что-нибудь на Литл Джона, и быстро». Страйк повесил трубку и отправился в погоню за той боем, его спутником, думая о Рине, каким он его увидел в последний раз, когда тот отпихнул от себя полароиды с голыми юношами в свиных масках, а затем встал, бледный и потный, после упоминания об утонувшем пророке. Следующие четыре с половиной часа он провел, слоняясь по Селфридж в поисках своих целей. «Пока что он выводил из нее пару костюмов и часов», — сообщил Страйк Барклаю в три часа дня, когда тот прибыл на смену. «Начинай думать, что я занимаюсь не тем делом», — сказал Барклай, — «мне бы не помешал Ролекс». «Если ты можешь посмотреть этой женщине прямо в глаза и сказать, что она красива, то ты этого достоин». Страйк вышел из магазина и пошел по Оксфорд-стрейд, желая отведать шашлыка. Он переходил дорогу, когда его мобильная снова зазвонила, на этот раз с незнакомым номером. «Страйк, это я», — сказал женский голос. «Кто такая я?» — раздраженно спросил Страйк. «Вижу, не сердись. Мне пришлось снова просить у Илси твой номер. Это серьезно. Пожалуйста, не вешай труп. Что ты хочешь?» «Я не могу сказать это по телефону. Можно с тобой встретиться?» Когда Страйк замешкался, Юноша на скейтбурге мимоходом отвесил ему под затыльник визов у Страйка желание швырнуть этого бессоревнованного ублюдка в канал. «Я на Оксфорд-стрейд. Я могу уделить тебе двадцать минут в летающей лошади, если ты поторопишься». «Хорошо», — сказал он. И повесила трубку. Страйк добрался до паба за четверть часа и обнаружил там бежу, которая сидела за высоким столиком в задней части паба под стеклянным куполом, закутавшись в черный плащ и припевая, похоже, в воду. Страйк купил себе пинту пива, который, по его мнению, он более чем заслужил, и присоединился к ней за высоким столиком. «Выкладывай», — сказал он, опустив приветствие. Бежу гляделась по сторонам и сказала тихим голосом. «Кто-то прослушивал офис Эндрю. Он думает, что это ты». «Счет побери», — сказал старик, который чувствовал, что достиг своей полномесячной способности к нежелательным проблемам, препятствиям. «Это какой-нибудь чертов таблоид или его жена». «Я говорил ему об этом», — сказал обижу, и ярко голубые глаза увлажнились. «Но он мне не верит». «Ну и что я, по-твоему, должен с этим делать?» «Поговори с ним», — скмыкала она. «Пожалуйста». «Если он не верит тебе, какого черта он должен верить?» «Мне». «Пожалуйста, Кармаран, я... я беременна». На долю секунды ему показалось, что по его внутренностям проскользнул сухой лед, и, видимо, ужас отразился на его лице, потому что она быстро сказала. «Не волнуйся, это не твой. Я только что узнала. Это Энди Ноу». Лицо бежу смочилось, а она жарилась лицом в свои прекрасные доминикуриные руки. Страйк предположил, что Эндрю Хонболд, королевский адвокат, не проявил радости по этому поводу, что эмбрион его собственного создания в настоящее время находится в косметически усовершенствованном теле любовницы, которая, как он теперь полагает, прослушивала его офис. «Был ли в последнее время в кабинете Хонболда кто-нибудь новый? Встречался ли он с кем-нибудь, с кем не встречался раньше?» «Я не знаю», — сказала Бежу, подняв заплаканное лицо. «Я думаю, это чертова Матильда. Ты поговоришь с ним? Пожалуйста». «Я подумаю об этом», — сказал Эстрайк. «Но не потому, что испытывал симпатию к Бежу, а потому, что ему пришла в голову идея, которая бы настолько же неприятна, насколько и природоподобна». Бежу протянула руку через стол, но Страйк отдернул ее, непризненно вспомнив о Шарлотте. «Я только собиралась поблагодарить тебя», — сказала она с намеком на обиду. «Не надо. Я ничего не обещаю». Она соскользнула с барного стула и на мгновение замерла, глядя на ее, и даже сейчас он почувствовал ее желание получить хоть какой-то знак того, что он все еще желает ее. И ему снова вспомнилась Шарлотт. «Кармаран, я сказал, что подумаю об этом». Она подхватила свою сумку и ушла. Страйк, который в офисе ждали документы, подтягивал пинту пива и пытался убедить себя в том, что ему не хочется гамбургера с картошкой. В глазах появилась жжение, вызванная усталостью. Желудок урчал. Бесчисленные проблемы дня, казалось, жужжали вокруг него, как комары. Эндрю Хонблд, Бежу, Паттерсон. Неужели ему не хватает забот без всяких этих посторонних трудностей? Сдавшись, он пошел к бару, чтобы заказать еду. Вернувшись за столик под куполом, Страйк достал телефон и в мазохистском духе проверил фейсбук-аккаунт Кэрри Кертис Вудс, который, естественно, не ответил на его запрос. И страницу города мучений, интерес на которой не появилось ни одного нового комментария после его собственного. Устав от безвыходной ситуации, он набрал еще один вопрос для города мучений, решив заставить того, кто ведет этот аккаунт, что-то ответить. «Знали ли вы когда-нибудь женщину по имени Дейдре Дуэрти?» Он нажал кнопку «Отправить». Если рисунок светловолосой женщины в очках, плавающей в темном бассейне, действительно был изображением Дейдре, то это, несомненно, вызовет реакцию. Затем он набрал номер телефона маникюрного салона Жене Рине Кутисклес, попросив позвать Эо. Он подождал несколько секунд, затем услышал, как она подошла к телефону, громко разговаривая с кем-то на заднем плане. «Держи их там и не трогай! Алло!» «Здравствуйте, миссис Рине, это снова Кармаран Страйк, частный детектив». «Ох!» — сказала Эва недовольным тоном. «Вы! Я только что узнал о новости о Джотоне. Да, я знаю, что у него передозировка. И я слышал, что вы позвонили ему за неделю до того, как он это сделал. Это было по поводу вашего развода? Я никогда не звонил ему. А зачем? Он уже давно знает о разводе. Так вы не звонили ему неделю назад? Я не звонил ему уже сто лет. Я сменила номер, чтобы он меня не доставал. Наверняка это была одна из его подружек, притворившаяся мной, чтобы убедиться, что он примет звонок. «Он засунет свой член куда угодно, Джордан. Сначала он трахает тебя, потом шлепает он. Она будет рада ему, кем бы она ни была». «Точно», — сказал Страйк, быстро соображая. «Похоже, что это экстремальная реакция на звонок, если бы это была просто девушка. Он когда-нибудь раньше пытался покончить с собой?» «Нет, жаль». «Послушайте», — добавил она, понизив голос, «если вы хотите знать правду, я бы предпочла, чтобы он умер. Не буду же я всю оставшуюся жизнь оглядываться через плечо. Поняли?» «Понял», — сказал Страйк. «Спасибо, что уделили время». Он посидел еще минуту, размышляя. «Конечно, телефонный звонок от неизвестной женщины, выдававшей себя за жену Рине, мог не иметь никакого отношения к попытке самобестворения. Связь могла быть просто предположением приятеля Штыря». Снова зазвонил мобильный телефон, рабочий номер. «Привет, Патт», — «привет», — сказала она. «Ты вернешься в офис сегодня днем?» «Скоро». «У меня поздний обед в летающей лошади». «А что?» «Я хотела поговорить с тобой». «О чем?» — спросил Страйк, мурясь и потеряв распаленные глаза. «Ну», — сказала Патт, «не думаю, что тебе это понравится». «В чем дело?» — спросил Страйк, находясь на грани своего. «Мне просто нужно тебе кое-что сказать». «Ты можешь сказать мне, что такое?» — спросил Страйк, шея которого была напряжена. «Я лучше скажу это с глазом на глаз». Затем офис-менеджеру понадобилось личное общение, Страйк не мог вообразить. Однако он смутно представлял, что если бы он нанял специалиста по катарам, то тот посоветовал бы ему уступить в просьбе и, возможно, не ругать Патт. «Отлично. Заходи в ПАП, я жду Бургер», — сказал он. «Хорошо, буду через пять минут». Офис-менеджер Бургер Страйка появились точно в одно и то же время. Патт заняла место, которое только что освободило бежу, и беспокойство Страйка усилилось, потому что выражение обезьянивого лица Патт было испуганным, и она крепко жмала на коленях свою сумочку, кабы, защищаясь. «Хочешь выпить?» — спросил он. «Нет», — сказала Патт. «Как не хотелось ему чипсов, Страйк решил, что прежде чем есть, надо выслушать Патт. «Давай», — сказал он. «Что случилось?» Патт сглотнула. «Мне шестьдесят семь. Тебе что, шестьдесят семь лет?» — добавила она. Страйк просто посмотрела. «Я солгала», — проворачал Патт. «В своем резюме?» «Да», — сказал Страйк. «Ты это сделала?» «Ну, мне пришлось. Никто не хочет никого в моем возрасте». Страйк подозревал, что он может знать причину, по которой Патт внезапно призналась. «Я уволена?» «Не так ты», — сказала она. «О, Боже, не плачь», — сказал Страйк, видя, как дрожат ее губы одной плаксивой. Женщины в день было достаточно. «Литл Джон это знает?» «Я так понимаю». «Откуда ты это знаешь?» — вдохнула Патт. «Он тебя шантажировал?» «Только сейчас», — сказала Патт, доставая из сумочки носовой платок и прижимая его глазам. «Он сказал мне, что знает, сразу после того, как начал работать с нами. Я не могла сказать тебе, не признавшись, сколько мне лет, не так ли?» «Ну, я только что была в туалете, а когда зашла в офис, он был там, и у него было досье Эндерсон, и я думал, что он собирался его сфотографировать, потому что у него был телефон». «Я сказал ему, какого черта ты делаешь?» «А он закрыл папку и сказал, ты этого не видела, и я забуду, что ты пенсионер». «Ясно?» «Ты не думаешь, что он получил фотографию?» «Нет». «Я слышал, как он проходил мимо туалета, у него не было времени». «Страйк взял пару чипсов и съел их, а Пат наблюдал за ним. Когда страйк замолчал, она повторила, я уволена, не так ли?» «Ты должна была сказать мне». «Вы бы не взяли меня на работу, если бы я сказала правду», сказал Пат, слезы падали быстрее, чем она успевала их вытирать. «Я не говорю о том времени, я говорю о том, что сейчас. Хватит плакать, ты не уволена. Где я возьму другого такого менеджера, как ты?» «О», — сказала Пат, и прижав платок в лицо, всерьез разорвалась. Стайк поднялся на ноги, подошел к бару, купил стакан портвейня, который предпочтал пить Пат, и вернулся, чтобы поставить его перед ней. «Какого черта ты хочешь продолжать работать 67 лет?» «Потому что мне нравится работать», — проборчала Пат, судорожно вытирая лицо. «Мне скучно сидеть дома». «Мне тоже», — сказала Стайк, который делал определенные выводы, сидя в баре. «Так сколько лет твоей дочери?» «Только что исполнилось 50 лет», — проборчала Пат. «Она у меня рано появилась». «Так вот почему ты накинулась на меня, когда я спросил». Пат кивнула. «Она есть на Facebook?» «Никогда из него не вылезает», — сказала Пат, протягивая нетвердую руку к своему портфелю. «Тогда, да, я попрошу Роду, ей понравится помогать», — сказала Пат, делая неровный глоток портфельна. «Где сейчас Литл Джон?» «Он ушел». «Я убедилась, что он действительно ушел, прежде чем позвонить тебе». «Он сел в такси в конце дороги». «Он был недоволен, что я его поймал. Он уехал на неделю», — сказала Пат, сморкаясь. «Они едут отдыхать в Грецию». «Когда я с ним закончу, он пожалеет, что не остался там». «Он принялся за свой гамбургер. Когда Пат допила свой напиток, она сказала, лучше вернуться. Я была на полпути к расписанию на следующую неделю. Спасибо, Кармаран. Не за что», — сказала Страйк, проглотив бургер. Пат ушла. Страйк прекрасно понимал, что виновен непоследовательность. Он проклял Литл Джону по принципу «Где одна ложь, там и другие». Но он был уверен, что ложь Пат не была порождена фундаментальным недостатком честности. Скорее наоборот, она часто была слишком чиста, чтобы ему нравиться. В первые дни ее работы он бы ухватился за возможность уволить ее, но время произвело полный переворот в его чувствах. Теперь ему было бы крайне неприятно ее потерять. Тем не менее, подумал он, рассеянно потянувшись за чипсами, он мог бы отложить повышение зарплаты, которые собирался и дать. Прощение — это одно, но поощряет сотрудников за откровенность только тогда, когда их к этому внуждают, это плохая управленческая стратегия. В течение следующих десяти минут страйк был предоставлен самим себе и наслаждался своим бургером. Наконец, закончив есть, он достал свой мобильный и перезвонил Штырю. «Я хочу отследить звонок, который получил Арине перед передозировкой. Не знаешь ли ты каких-нибудь криминальных авторитетов в Бэтфорде?» «Сегда изгнутые винты. Бунцин сказал, что ты, как всегда, циничен. «Пятьсот тебе и пятьсот им, если они смогут дать мне хоть какую-то достоверную информацию об этом звонке», опрометчиво сказал страйк. «В частности, номер, с которым он был сделан». Итак, дорогие мои, это была 70-я глава романа Руберт Гэлбрейт «Бегущая могила». И вы были на канале SkyWords, моим был я, Вадим. Я с вами прощаюсь, но ненадолго, как и вчера, как и позавчера, я уже начал новую книгу, новый роман «Руки мы руками». Поэтому скоро вернусь, и мы продолжим увлекательное чтение этой книги. Всем пока!